Здравствуйте все и добрый вечер. Сегодня мы говорим о медитации, о цигун, о здоровье и о духовной практике. За последние несколько месяцев я получил много вопросов о здоровье и о духовном уровне. И, конечно, это вопросы от практикующих. Например, люди спрашивают, почему у меня не получается избавиться от хронических болезней? Я практикую больше десяти лет. Но у меня по-прежнему есть хронические боли или есть диабет. У меня по-прежнему болит спина, особенно поясница. Действительно, есть множество болезней, которые присутствуют много лет, а иногда и всю жизнь. Практика цигун действительно помогает нам избавиться от любых болезней? Конечно, нет. Есть множество болезней, причины которых связаны с окружающей средой, с образом жизни, с едой. Connect with your job, if you have stress on your job or not. Это также связано с вашим стрессом, с тем, есть у вас работа или нет. Даже, например, бессонница. Например, если я хорошо медитирую, тогда я хорошо сплю. Но, если я много работаю, у меня слишком много работ, у меня нет времени на практику, тогда я не могу спать. Конечно, я не могу решить вашу проблему, связанную со стрессом. Но, конечно, если вы будете медитировать, то это позволит вам хорошо спать. И в этом случае вам нужно отрегулировать ваше расписание, чтобы как минимум один час вечером у вас был на практику. И что касается бессонницы, то практика цигун, дыхание телом, может очень хорошо помочь. И также вопросы, касающиеся запоров. Это, безусловно, связано с функцией печени. Но, если вы действительно будете глубоко практиковать, входить в тихое состояние, ваша энергия начнет течь по каналам, и эта циркуляция энергии позволит вашей печени восстановиться. Даже если по 30 минут каждый день вы будете практиковать вот это состояние тишины, это очень хорошо поможет. И любая проблема, если вы действительно глубоко медитируете, практикуете, ваше здоровье в результате практики улучшится. Потому что мы знаем, что наше здоровье связано с нашей энергией и нашим умом. В цигун мы практикуем энергию, энергия, мы знаем, влияет и улучшает наше тело, и также влияет на наш ум. И также практика, когда мы приходим в состояние тишины, улучшает функцию нашего тела. Но это связано с тем, насколько глубоко вы можете расслабляться. Мы знаем, что расслабление меняет и улучшает состояние нашего здоровья. Есть люди, которые пытаются расслабиться. Но если вы потрогаете даже в процессе расслабления их мышцы, вы почувствуете, что тело и мышцы, они жесткие, твердые. А если мы не можем хорошо расслабиться, ци не может хорошо циркулировать, и тогда, конечно, наш иммунитет ослабевает. Цигун действительно помогает, но здесь вопрос лишь в том, действительно ли вы получаете результат от практики. И такие вопросы есть. Я уже несколько лет занимаюсь. Почему же я по-прежнему страдаю от любви? Я спрашиваю, что вы имеете в виду? И человек отвечает мне, мы вместе с девушкой были два года, я ее очень любила, но через два года она мне говорит, что меня больше не любит и хочет расстаться. Но я ее очень люблю, и поэтому у нее очень грустно и очень больно. Как при помощи практики цигун я могу избавиться от этих страданий? Это извечный вопрос. С самого начала моего опыта преподавания цигун всегда возникал этот вопрос. И в Германии была девушка, которая сказала, я уже в шестой раз расстаюсь с парнем, но мне по-прежнему больно, я по-прежнему испытываю страдания. И сколько бы раз это не происходило, похоже, что мы не производим антитела на эту боль от любви. Каждый раз душа болит. Это касается не только любви между парнем и девушкой. В целом наши эмоции, наши страсти всегда влияют на наше тело, на наш ум, заставляя нас проживать страдания и абсолютно различный диапазон других ощущений. Некоторые люди просто вынуждены принять такой расклад и сказать, ну, это жизнь такая, это люди такие. Но здесь, если вы действительно глубоко практикуете, то эти глубинные страдания станут очень слабыми. Вы даже, можно сказать, перестанете их чувствовать. Да, вы действительно чувствуете, если ситуация не плохая, вы реагируете, но глубоко, вы просто чувствуете. И часто, когда вы уже достигаете определенного уровня в практике происходит такое, что есть ситуация, и на поверхности вы на нее реагируете. Но глубоко внутри вы спокойны, вы можете чувствовать страдания и эмоции других людей. Но внутри вас, в самой глубине, вы чувствуете спокойствие. Как мы понимаем? Здесь обычно мы говорим, что одно – это любовь, а одно – это любовь. И здесь мы используем два термина для описания этого процесса – сострадание и любовь. У вас есть любовь. Когда вы теряете любовь, возникают страдания. Это ваше собственное внутреннее чувство. Сострадание отличается. Да, вы тоже испытываете ряд ощущений, можете чувствовать страдания, но оно исходит не от вашего собственного тела или сердца, оно исходит от того, что вы своим сердцем чувствуете других людей. И в этом отличие. Когда вы чувствуете страдания других людей, тогда вы можете им помочь. Если вы проанализируете, то зачастую страдания от любви связаны с вашими собственными желаниями и потребностями. И когда вы что-то любите, теряете, но продолжаете это хотеть. Как же мы можем преодолеть подобные страдания? Да, usually for practitioners, we need to get there. We should understand, and then we understand during the meditation, this is life, the nature. This is the nature. So, we have to, from point of Tao, to understand it, and then we need to follow Tao. Мы, как практикующие, должны понять, что это просто определенная сущность, определенная природа, это часть Дао, и мы должны просто понять и следовать Дао. И дао может позволить вам узнать заранее о том, что произойдет. И, зная заранее, это доставит вам значительно меньше страданий. У нас будет еще одна тема, когда мы специально будем говорить о Дао и о сострадании и о страсти. И мы можем понимать, что когда мы следуем за своей любовью, то мы совершаем правильные поступки. Но вот если мы совершаем, следуем за своими страстями, то будем совершать много ошибок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Okay, not long ago, I got another serious student asked me that question. He said, teacher, you know, I follow you, I practiced 27 years, but I don't feel progress. I don't feel the progress. So, can you explain to me what's wrong or what mistake I made, why I have no progress? I was a shock. I asked him, but what drives you to practice 27 years? He said, you know, I really like it. Why do you like it? You know, if I feel my body is not comfortable, I meditate, then I feel comfortable. Ну, например, если я чувствую дискомфорт в теле, я медитирую, и этот дискомфорт проходит. Oh, I see. You think this is also the result? He said, yeah, maybe, but why you can practice for 27 years? It's a long time. How you can insist to practice? And he said, you know, I don't practice every day. Only we will have seminars, I practice more, and then it seems I don't practice. He said, well, on the same day, I don't practice every day. Only when there were seminars, I practice more, but between seminars, I don't practice every day. Yeah, your seminar, I feel really, I feel the heart, I feel energy. На семинарах я действительно чувствовал жар, чувствовал энергию, но прогресса не ощущал. I said, what do you mean the progress? А я спросил, что ты называешь прогрессом? For example, like words you said in the seminar, we can become quiet, and then we get the pulse, and then we experience the soul in the body, and then we get certain eyes, we get power, abilities, we can heal other people, etc. Ну, и он сказал, ну, как вы вот рассказываете на семинарах, сначала расслабление, потом тишина, потом пауза, и потом у нас могут открываться какие-то сверхспособности, мы можем начинать лечить других, вот это вот все. Особенно то, что вы описываете касательно Яншэнь, я даже немножечко не чувствую, что это такое. И это так привлекательно и заманчиво звучит, я очень хочу стать Яншэнь, но как же мне им стать, нет никакого прогресса. И на самом деле это не какой-то частный вопрос. In all spiritual development or meditation field, this is a very common question for most practitioners, they don't feel the progress. И во всех духовных сферах, практиках, это самый распространенный запрос, что практикующий не видит и не чувствует прогресса. For example, ancient time, the people are very sensitive, they can easily feel or receive the information from other beings, from higher spirit. Например, в древние времена практикующие были очень чувствительны, и они с легкостью получали информацию от высших существ. But now, yes, 70, or only elite people who can still feel this kind of connection. Но сейчас очень редко, кто может реально ощущать подобные связи. Why? Отчего так? Yes, there are many different kinds of reasons. Есть множество разных причин. Most reason is our environment changed. Основная причина заключается в том, что наша внешняя, окружающая среда поменялась. In your house, in the place where you live, there are too many signals, information, which disturb our mind, our sensitivity. В том месте, в том доме, где вы живете, слишком много различных сигналов, которые влияют на вашу чувствительность и способность воспринимать информацию. И вот почему для современных людей сложно по-прежнему использовать медитацию для того, чтобы получать такие же результаты, как люди раньше получали. У нас впереди с вами будет еще одна тема. Как мы можем использовать внешнюю энергию, чтобы получать результаты в практике? Многие люди практикуют, практикуют, но так и не могут почувствовать сильной энергии. При помощи определенных внешних приспособлений мы через практику можем быстро почувствовать даже за два часа уже большое количество энергии. И это также причина, почему мы прикладываем усилия для того, чтобы построить Бигуан-центр. Нужно использовать внешнюю энергию, которая бы поддерживала нас и помогала в получении результата. Современная жизнь делает нас очень занятыми. Каждый день так много информации. И современная жизнь действительно потребляет очень много нашей энергии. В современной жизни различные виды излучения, сигналы ослабляет нашу чувствительность. Вот почему нам нужно использовать новое оборудование, которое будет производить ци и поддерживать нас в состоянии тишины. Вчера еще один вопрос мне пришел, спросила девушка. Учитель, как вы думаете, есть ли у меня талант практиковать Джуньян Цигун и стать имидж-терапевтом? Это хороший вопрос. Подходит ли это мне? Могу ли я преуспеть в этом? Например, если вы изучаете музыку, можете ли вы стать известным музыкантом? Можете ли вы стать успешным бизнесменом? Как мы можем предугадать наше будущее? Также один из учеников написал мне, учитель, я в медитации видел автомобильную аварию и что я в ней погибну. Вы можете что-то сделать, чтобы поменять мою судьбу? Это тоже очень типичный вопрос. Кто может предсказывать наше будущее? А если это предсказание случайным образом оказалось верным, можно ли его поменять? А если судьбу не поменять, тогда какая польза в результате, в знании этого результата судьбы? А если вы можете изменить судьбу, это значит, что вы тогда не можете ее предугадать? Потому что вы говорите, что судьба одна, а потом человек ее меняет, и она оказывается другой. То есть должна быть катастрофа, но человек что-то делает, и катастрофа не случается. Тогда как можно говорить о том, что вы предсказываете будущее? И вот здесь мой собственный опыт. Иногда мы действительно можем видеть будущее или видеть прошлое, когда хотим увидеть какие-то большие, значимые события. Но в большинстве случаев у жизни нет возможности знать судьбу, менять. Это означает, что если вы находитесь внутри круга жизни, то вас контролирует правила этого жизненного цикла, круга. Но когда ваш уровень медитации повышается, у вас возникает способность менять судьбы других людей. Или когда у вас появится возможность выйти из этого колеса жизни, ваша судьба поменяется. Только когда ваш уровень достаточно высок, и вы сможете выпрыгнуть из колеса жизни, тогда вы сможете поменять свою судьбу. У большинства людей нет способности менять судьбу. Но мы по-прежнему хотим быть успешными в жизни. И что нам нужно делать? Я всегда говорю, просто сделайте это. И сейчас, сегодня, наслаждайтесь жизнью. Пусть каждую секунду ваша жизнь будет успешной. У нас нет возможности вернуться в прошлое или что-то сделать в будущем. Но мы можем сделать каждое текущее мгновение, каждое мгновение настоящего, подходящим для нас. Всегда пусть этот настоящий момент будет для вас счастливым. Используйте этот момент для осуществления ваших целей. Когда каждый момент мы делаем счастливым, тогда и вся наша жизнь становится счастливой. И сейчас давайте снова медитировать, чтобы глубоко расслабиться. И тогда от расслабления мы получаем тишину, затем мы получаем паузу, и затем мы можем достичь мудрости. И первого ноября у нас начнется четвертая ступень, и на этой ступени мы взаимодействуем и говорим о мудрости. И на четвертой ступени мы говорим, что такое мудрость, какая взаимосвязь между знаниями и мудростью. Почему мудрость так важна в нашей жизни? И, конечно, как мы можем улучшить мудрость? Давайте сейчас немного помедитируем. Попробуем расслабление. Расслабление. Окей, now follow me. Следуйте за мной. Sit in the right posture, so you can relax well. You feel comfortable. Примите такое положение тела, в котором вам будет комфортно, и вы сможете хорошо расслабиться. Окей, relax. Расслабьтесь. Yeah, listen to my words. Слушайте мои слова. Follow my mind. Следуйте за моим умом. Relax your head. Расслабьте голову. Relax your neck. Расслабьте шею. Relax your shoulders. Расслабьте плечи. Relax your back. Расслабьте спину. Relax your legs. Расслабьте ноги. Relax your arms. Расслабьте руки. Relax your body. Расслабьте тело. Relax. Расслабьтесь. 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 Просто чувствуйте ваше тело. Расслабьтесь. 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 До свидания. Продолжение следует...